Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с гостем в студии будем обсуждать эпидемическую ситуацию в нашем регионе. Присоединяйтесь! Александр Александрович Тарасенко – главный врач Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию имени Мечникова. В 2007 году – академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1997 году врачом-стажером Ветковского районного центра гигиены и эпидемиологии. В 2000 году возглавил коллектив этого учреждения. В 2009 году назначен главным государственным санитарным врачом Светлогорского района, а в 2012 году – Гомельской области. На вопросы, которые касаются деятельности областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер, номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас, как обычно, короткий анонс событий наступившей недели, и мы начнем беседу. 18 февраля председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей проведет прямую телефонную линию и прием граждан в Чечерске. Обратиться с вопросами можно с 10 до 11 по номеру телефона 2 70 81. По завершении прямой линии в здании райисполкома состоится личный прием по предварительной записи. 21 февраля в регионе пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. В программе торжественные митинги, собрания и праздничный концерт в Гомельском областном общественно-культурном центре. 22 февраля в регионе пройдет областной субботник. Собранные средства направят на мемориал на месте сожженной деревни Алла в Светлогорском районе, а также на ремонт, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Самые харизматичные, смелые и уверенные в себе парни 22 февраля станут участниками конкурса «Мистер Гомель-2020». В финале встретятся 11 молодых людей в возрасте от 18 до 33 лет. Все мировое сообщество сейчас следит за новостями из Китая, где отмечена вспышка коронавируса. И число заболевших исчисляется десятками тысяч человек. Александр Александрович, что на данный момент известно специалистам об этом вирусе? В чем его особенности? Как таковой коронавирус, он известен уже с 1960-х годов. Данный коронавирус, который сейчас является, так скажем, проблемой для Китайской Народной Республики, он является разновидностью SARS-инфекции, которая уже была в Китае в 2002-2003 годах. SARS – это среднеазиатский респираторный синдром. И когда тоже были массовые заболевания с пандемией. Поэтому известно о нем только, что источником, вероятно, являются дикие животные. В данном случае летучие мыши. Инкубационный период установлен от 1 дня до 14 календарных дней. И особенность дальнего вируса в том, что уже человек в инкубационном периоде является источником. Ну, он чрезвычайно коварен, этот вирус, потому что еще не зная о том, что ты болен, ты уже серьезный источник заражения для сотен людей вокруг. И передается он достаточно легко. Да, передается, в принципе, данный вирус не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем. Поэтому, конечно же, меры профилактики здесь такие же, как и при острых респираторных инфекциях. Беларусь усилила меры безопасности в аэропортах и на границе. Создана межведомственная рабочая группа по недопущению завоза вируса на территорию нашей страны. Медики перешли на усиленный режим. Отрабатываются все возможные действия в случае выявления заболевания на территории региона. Расскажите, пожалуйста, какие меры предпринимаются у нас в области? Готовы ли службы принять этот вызов? Да, действительно, санитарно-эпидемиологическая служба в области, скорая медицинская помощь, учреждения здравоохранения переведены в режим усиленной работы в плане профилактики коронавирусной инфекции. И работа здесь не только заключается в работе учреждений здравоохранения, санитарно-экологической службы, но и пограничного таможенного комитета, министерства образования. Если, как вы уже сказали, принимаются меры по аэропортам, по железнодорожным вокзалам, по пунктам пропуска, пограничным пунктам пропуска, прежде всего это имеют до границы с Украиной. Санитарно-карантинные пункты, соответственно, проводятся измерения температуры тела тепловизорами. И не только здесь связана данная ситуация с коронавирусной инфекцией, данную работу проводят в круглосуточном, ежедневном режиме, постоянно на границе с Украиной. Ну а с территории России тоже, конечно же, проводится работа, налажена на уровне республики взаимодействие с Роспотребнадзором. Это наши коллеги в Российской Федерации для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции на территории области Республики Беларусь. Если будут подозрения у медиков, то какими должны быть их действия? Подозрения, в первую очередь, должны быть тогда, когда есть в истории, так скажем, в эпиданамнезе посещение Китайской Народной Республики. Соответственно, признаки любых острых респираторных инфекций, это повышение, даже пускай не значительное, больше 37 градусов температуры, кашель, першение, боли. Поэтому в случаях таких предпринимаются меры по обязательной госпитализации, обследованию. И если диагноз не подтверждается, то человек отпускается, так скажем, домой для дальнейшего амбулаторного лечения. А кто подтверждает диагноз? Лаборатория, до недавнего времени только проводились данные исследования в Минске. В недавнем прошлом переданы диагностику мы в незначительном количестве, но и в областной центр генопедемиологии. Поэтому данные исследования теперь проводим и у нас в области. Если диагностика мы не будет, или он закончится по тем или иным причинам, то, соответственно, перенаправляться будут на Минск. Но для этого населению никуда выезжать не надо. Обследование проводится на месте, в первую очередь это инфекционной областной клинической больницы или же на пунктах пропуска нашими специалистами для дальнейшей доставки на бесплатном основе. Правда ли, что несмотря на такой высокий риск, который представляет этот вирус с точки зрения возможности заражения, он, в общем-то, не так и опасен для здоровья, как та же среднеазиатская инфекция, о которой до этого вы говорили? Действительно, уровень летальности от данной инфекции составляет 2%. Это видно из тех данных, которые наблюдаются сейчас в Китайской Народной Республике. SARS это было и 7, и более процентов. Поэтому действительно летальность от данного вируса, она ниже намного, чем при SARS-инфекции. В продолжении этой беседы у нас есть вопросы, которые поступают уже к нам на Viber. Говорят, что около двух недель назад в Гомель прибыла группа китайских студентов. Вы их расселили в общежитии, одного с температурой госпитализировали. Можно ли узнать, что у него и контролируется ли ситуация? Все ли студенты были тщательным образом проверены? Ну, насчет тщательного образом проверены, это действительно так, потому что данные студенты, они на 14 дней были изолированы от остальной части студентов. Медицинское наблюдение проводилось центральной городской поликлиникой, в частности филиалом номер 6, ежедневно, два раза в день, утром и вечером. И действительно у одного из студентов, когда было зафиксировано незначительное повышение температуры тела, он был помещен в инфекционную больницу, обследован, не подтвердилась данная инфекция, поэтому он продолжает наблюдаться. И хочу сказать, что данная группа, сегодня у нее последний 14-й день, опять же, будет проведено еще раз обследование на коронавирус, и в дальнейшем студенты приступят к обучению. Ну, дай бог, чтобы нормально эту ситуацию восприняли их одногруппники, и чтобы в коллективе не было психологических из-за этого проблем с ребятами. Главное, что со здоровьем у них все хорошо, скорее всего, тут все в порядке. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Мой вопрос такой. Проживающий в городе Рогачево, Горбачево Михаил Степанович. Улица Цемермана, угол Горково. Соседский дом сгорел. Его нету практически. Держится там собака. Алабай. Он фекалий, эти все лежат возле дома у меня практически. 7 метров от дома у меня находится дом. У меня жена инвалид первой группы. Я ее не могу увидеть на веранду. А сейчас начинается лето, и эти все, ну, нечистоты, скажем, мухи и прочее летят. Я обращался в Рогачевскую санстанцию. Но с Рогачевской санстанцией никаких ответов у меня не было и нету. Я уже неоднократно по этому вопросу обращался. Так а кто-то присматривает за этой собакой? Здесь, в этом доме никто не живет. А собака сама по себе? Нет, у нас дома нет. Собака сама по себе. Но хозяин приедет, покормит и уехал. Он не живет здесь. Просто бросили животное и уехали, да? Ну, они появляются. Я не скажу, что они появляются. Они появляются здесь. Бывают. Приедет, покормит утром и уехал. Но за ним никто не убирает ничего. Расстояние от дома до забора 7 метров, за которым собака находится. По санитарным нормам, я вот смотрю по этому самому, по интернету, 15 метров должен находиться в варьер. Но эти санитарные нормы не выдержаны никак. Ну, понимаем вас. Спасибо за звонок. Михаил Степанович, спасибо за вопрос. Первое, что вам не ответили, мы посмотрим, когда вы обращались. Но даже если вам не ответили, мы с уровня разберемся по поводу содержания собаки совместно с жилищно-коммунальным хозяйством Рогачевского района. Совместно с ЖКХ, потому что должно же быть зарегистрировано. Профилактика, в частности, бешенство. Это не только задача, которая стоит перед здравоохранением области, но и перед жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, Рогачевского района. Поэтому спасибо за вопрос. Ваши контактные данные остались. Мы, конечно же, будем разбираться по данному факту. Спасибо. Спасибо. Давайте вернемся к теме эпидемиум-ситуации по коронавирусу. Есть еще один вопрос. А чем лечится коронавирус? Лечится ли? Ну, пока, к сожалению, вакцины не изобретено. А лечится симптоматически, как и острые респираторные инфекции. И, опять же, лечится, по словам лечится, я подразумеваю, в первую очередь, это по рекомендациям врача. Ну, и прогноз достаточно хороший, достаточно опсимистичный. Благоприятно, да. При своевременном обращении, да. Ну, вот еще одна негативная тенденция, на которую обращает внимание Всемирная организация здравоохранения в связи с коронавирусом, так называемая эпидемия дезинформации. Конечно же, вокруг этой темы очень много сейчас кривотоков, она очень животрепещущая. И отсюда вытекает и такое неприятное явление, как стигматизация людей с азиатской внешностью, людей, которые приехали из Китая. Александр Александрович, вот что бы Вы посоветовали, какой информации доверять, кого слушать и как себя вести, чтобы чувствовать себя защищенным? Ну, первое, до сегодняшнего дня в Республике Беларусь заболеваний коронавирусом не зарегистрировано. Да, в соседней Российской Федерации зарегистрировано два случая, но для проживающих многомиллионной страны это, конечно же, очень мизерное количество. Бояться граждан других республик или граждан с азиатской внешностью, конечно же, здесь не стоит, потому что меры, которые на сегодняшний день проводятся по минимизации, как я уже выше говорил, рисков, они эффективны и проводятся как на границе, так и в аэропортах, на вокзалах. Ну, и медицинское наблюдение в любом случае проводится после прибытия из КНР. То есть каждый гражданин, пребывающий из КНР, он находится под медицинским наблюдением. Поэтому здесь риски распространения инфекции, они очень минимальны. Давайте перейдем к тому, что для нас более привычно и понятно. Февраль – это всегда период эпидемического подъема по ОРВИ и гриппу. В этом году такая нестандартная зима. Каким образом эта ситуация повлияла на данные по заболевшим? На сегодняшний момент заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом, она стабильная. Заболеваемость ниже, по сравнению с прошлым годом на такой же период, на 34%. Да, мы наблюдаем незначительный еженедельный прирост. Но если сравнивать, опять же, с прошлым эпидезоном, который проходил конец января, начало февраля, боюсь, что называется, сглазить. Но я думаю, что в текущем году он будет слабо выражен, эпидезон, по заболеваемости гриппом и ОРВИ. А вот можно ли предугадать, как будет развиваться ситуация? То есть, может быть, это какое-то временное затишье, а потом вспышка? Или здесь вы можете быть уверены, что не будет подъема в этом году? Если брать данные многолетние динамики, то фактически с 2012 года у нас в области заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 42%. И ежегодно примерно такое же количество регистрируется заболеваний в период эпидезона у нас в области. Поэтому я думаю, что никаких особенностей в текущем году тоже не будет. А какие штаммы вируса характерны для этого сезона? Да, мы проводим лабораторные исследования от заболевших. У нас вирусы типа А, H1N1, H3N2 и В. Ну, в большей степени вирусы В. Всего лабораторно подтверждено в текущем году только 18 случаев гриппа. Из них половина – это вирусы гриппа типа В. А вот пойдете ли вы с простудой на работу или на учебу? Наши корреспонденты поинтересовались мнением гомельчан по этому вопросу. Если больничный бы дали, не пошел бы. А так, ну, заражать людей тоже неинтересно, с одной стороны. Так что, как я вам скажу, вот сейчас начальство прикажет, пойдем, конечно. Если будет контрольное, то, скорее всего, да. Если я сильно заболела, с большой температуры, пойду в поликлинику. Но если у меня будет маленькая температура, то я не страшно. Пойду на работу, зарабатываю деньги. С простудой? Если она мучает, зачем идти с простудой на работу? Нет, конечно. Пошел бы. Ну, простуда внезапно. Все равно надо идти. Ну, смотря какой степени это простуда. Если это не очень, и могу аспирин выпить вечером, то, конечно, пойду. Нет, конечно. Потому что я могу заразить других своих коллег. А деньги зарабатывать все равно надо? Ну, надо. Ну, если уже совсем большая температура, конечно, нет. А если маленькая? То пойду. Если любишь работу, то пойдешь. Если простуда не сильная, позволяет учиться, то пойду. А заразить других не боишься? Я буду максимально аккуратно учиться вместе с другими. Нет, я не пошла бы с простудой. С большой температурой нет ни в коем случае. А если 37 с небольшим? А 37 с небольшим? Ну, это как самочувствие. У каждого человека по-разному температура на него действует. Так что, не могу вам ничего сказать. Ну, скорее всего, бы старалась я не ходить на работу при температуре. Я не так о себе, как окружающая. Вот я зашла в магазин, а на кассе сидит совершенно больная девочка, кассирша. Я говорю, почему вы сидите? Надо уходить. Вы же окружающих заражаете. Правильно? Я не права? Что она вам ответила? Она ответила, некому работать. Некому работать. А другая кричит, а что, я вместо нее буду тут сидеть? Ну, я не стала себя, как говорится, нервы свою. Я пошла бы к администратору и сказала, коль у вас нет работников, значит, вы садитесь в заказ. Ну что, не так ли? Правильно? В прямом эфире программа «Диалог» главный государственный санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко сегодня у нас в гостях. Александр Александрович, вот как врача вас смущает, что люди, подавляюще в большинстве, говорят о том, что при невысокой температуре я пойду на работу? Конечно же, очень смущает и хотелось бы, чтобы в данном случае работающему населению, в принципе, у нас предоставляются всегда больничные листы для того, чтобы человек мог амбулаторно, если уже понадобится и стационарно, прошел курс лечения и не представлял действительно угрозу тем, кто окружает, в данном случае работает или же учится. Потому что, ну, если с такими подходами идти, то потеряется на определенный промежуток времени коллектив и некому действительно будет работать не только на кассе, но и в производстве. Поэтому, конечно же, при проявлениях уже температуры и признаков заболевания надо обращаться к доктору для того, чтобы, во-первых, не навредить себе и не навредить окружающим. Александр Александрович, может быть, имеет смысл какие-то рекомендации нанимателям, руководителям предприятия отправить, что отпускайте сотрудников? Действительно, это так. Потому что мы и рекомендуем как и по вакцинации, так и по тому, чтобы не допускали заболевших работников к работе, такие рекомендации даются. Но, судя из репортажа, наверное, не везде, может быть, еще и дошли или же не везде доходчиво объяснили. Поэтому над этой темой, конечно, на профилактику необходимо будет еще поработать. Да, это действительно так. Насколько вакцинация влияет на ситуацию с заболеваемостью? Вакцинация влияет очень хорошо и эффективно. Я уже приводил пример, что у нас как снизилась заболеваемость по области. И это произошло тогда, когда фактически с 2012 года вакцинация населения достигла у нас 40%. То есть это 570 тысяч населения ежегодно примерно прививается против гриппа. Эффективность налицо. Это те данные статистические, которые фиксируются по заболеваемости острыми респираторными инфекциями и, в частности, гриппом. Каков механизм действия вакцины? Что работает? Механизм действия вакцины, он, в принципе, прост. В любом вирусе содержится белок, соответственно, при проникновении в организм, в клетку организма. Он реструктуризирует клетки организма, изменяя их и производя себе подобных. И, соответственно, проявляются те признаки общеизвестной респираторных инфекций. При вакцинации данный белок, он инактивирован или ослаблен, и организм, опять же, реагирует выработкой антител. Если говорить по гриппу, то эти антитела уже вырабатываются примерно через 21, то есть 3 недели. И к эпид-сезону, обычно, как в январе и феврале, а вакцинация происходит в октябре-ноябре, согласно приказам Министерства здравоохранения, уже организм готов к отражению инфекции. Скажите, вот за все время, когда так массово у нас в регионе проходит вакцинация, сталкивались ли с какими-то негативными побочными эффектами от этих прививок? Ну, на самом деле, таких побочных реакций, если не регистрировались, это было 1-2, но за последние 2-3 года таких осложнений не возникало. Сейчас предлагаю перейти к сюжету. Мы вернемся к нашей беседе. Через несколько минут присоединяйтесь к нам, мы в прямом эфире. Рогачевский зональный центр гигиены и эпидемиологии занимает небольшое двухэтажное здание. Это действительно центр, контролирующий всю эпидемиологическую ситуацию на территории района. За исключением анализов на грипп, их проводят только в Гомеле. Здесь освоены практически все лабораторные, санитарно-химические и токсикологические методы исследований, проверки продуктов питания в магазинах и учреждениях образования, исследования образцов с местных предприятий, контроль сельскохозяйственной продукции. Не так, чтобы часто, но отклонения от норм выявляются. Часто население приносит самостоятельно пробы. Допустим, люди, которые пробурили скважину, им интересно качество воды. Они приносят воду на исследование. Люди, имеющие собственное хозяйство, мясо нам не приносят, но яйца на исследование бывали, приносили. В яйцах определяли чаще всего сальмонеллы. Положительных находок не так уж много, чаще всего яйца все-таки чистые. Но были случаи, когда в домашних яйцах сальмонеллы обнаруживались. Защититься от них можно очень легко. Если яйца крепко сварить, по-нормальному, вкрутую сварить их, то сальмонелл там не будет. Впрочем, занимаются специалисты Рогачевского зонального центра гигиены и эпидемиологии не только лабораторными исследованиями. Сегодня в районе проживает около 57 тысяч человек. По численности населения это шестой регион Гомельской области. Не в последнюю очередь по этой причине профилактическая работа для медиков – одна из приоритетных задач. В качестве примера. Пятая средняя городская школа – одна из самых больших в Рогачеве. Сегодня специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проводят здесь акцию «Чистые руки». Главная цель – профилактика вирусных инфекций. Мы все должны помнить, что вирусные инфекции передаются не только воздушно-капельным путем. Вот кто-то покашлял, чихнул. Они еще могут передаваться через руки, контактным путем. Поэтому сегодня мы с вами поговорим, как важно чистые руки. И в нашей области сейчас проходит акция, посвященная чистым рукам. «Чистые руки – залог здоровья». Сколько раз в день и как долго нужно мыть руки, как правильно их вытирать, какие таблетки нельзя принимать даже при высокой температуре, и какой компот реально эту температуру понижает. За время встречи можно действительно узнать много не просто познавательного, но и полезного. Впрочем, только беседами профилактические акции в Рогачеве не ограничиваются. При творческом подходе к делу можно придумать действительно много интересного. Для школьников младших классов составление дерева здоровья из элементов спорт, гигиена, зарядка и хорошее настроение. Здесь же обучение правильному пользованию марлевыми повязками. Эффект очевиден. Теперь многие из этих малышей лучше взрослых знают, что носить ее можно не более одного часа, после чего необходимо утилизировать. В пятом «Б» в этот день классный час с привлечением старшеклассников. Тема та же – профилактика вирусных инфекций только на этот раз с помощью сделанной самими же школьниками наглядной агитации. Правда, для того, чтобы ее нарисовать, необходимо знать, о чем идет речь. Учащиеся пятой Рогачевской школы в актуальной теме ориентируются, похоже, неплохо. Вирус – это простой организм, состоящий из оболочки и ДНК или РНК, в зависимости от самого вируса. Вирус вызывает инфекционное заболевание. Он проникает внутрь клетки, меняет структуру ДНК и заставляет клетку производить миллионы себе подобных. Что дают даже самые простые профилактические мероприятия. Даже в самые эпидемически неблагоприятные периоды в пятой Рогачевской средней школе болеют не более 12% учащихся. Вакцинация ребят и их родителей, динамические перерывы на свежем воздухе, помешать проведению которых может только очень уж неблагоприятная погода, занятия шведской ходьбой при отсутствии снега. Плюс тепловой режим в классах и качественное питание, за которым тоже следят специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии. Даже занятия танцами, методов профилактики инфекции достаточно много. Главное – использовать их с умом. Каждый восьмой учащийся нашей школы посещает хореографию. Это хорошая профилактика сколиоза, плоскостопия, ожирения. Сейчас у нас проходит декада по профилактике острых респираторных инфекций. В декаде приняли участие волеолог Центра гигиены и эпидемиологии, волонтеры нашей школы, ребята из педагогических классов, которые делают первые пробы и проводят информационные классные часы. Вы смотрите «Диалог». Александр Тарасенко, главный врач Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сегодня у нас в гостях. Александр Александрович, конечно же, любую проблему, особенно заболевание, лучше предупредить, чем потом справляться с ее последствиями. В том, что касается ОРВИ и гриппа, как это правильно и эффективно можно сделать? Ну, здесь элементарные правила личной гигиены. На случай, когда у нас регистрируется, ну, как я уже сказал, на сегодняшний день такой ситуации нету, но на случай эпидезона, конечно же, ограничить посещение, насколько это возможно, культурно-массовых мероприятий, общественного транспорта, не забывать о таких правилах, как проветривание дома или в квартире, ну, и опять же, элементарное правило профилактики – это не переохлаждаться. Это, в общем-то, достаточно. Ну, и чистые руки должны быть, как… Чистые руки, вот как в пятой школе города Рогачева, конечно же, тоже должно быть. Это обязательно. Маски – это эффективная мера? Считается эффективной, но маску необходимо менять, рекомендуется менять не более, как два часа после одевания. То есть это довольно уже и большое количество надо, но больше эффективна маска для заболевших, для того, чтобы заболевший не смог так уже распространять, как это без маски, воздушно-капельным путем, прежде всего, вирусы. Ну, не только вирусы, но и бактерии бывают еще. Да. А как бы вы отреагировали, Александр Александрович, на ситуацию, когда, предположим, в магазине на кассе, явно сотрудник с симптомами вирусной инфекции находится? Ну, вы знаете, я бы, наверное, отреагировал, как женщина в сюжете. Конечно же, замечание сделал бы заведующему или директору магазина. А если человек в маске? В маске человек. Ну, во всяком случае, я бы постарался не контактировать и перешел бы на другую кассу. Как покупатель и как... Лучше не контактировать. Лучше не контактировать. Конечно же, ничего не передавать. В ситуации, когда болеет близкий человек, есть больной дома или есть коллега на работе, который, вот как люди в нашем опросе и как подавляющее большинство из нас, и как я сама, в 90% случаев идут заболевшие на работу. Как защитить окружающих от себя? И как окружающим себя защитить от заболевшего? Ну, опять же, возвращаемся к маске, ношению маски и современной смене. И соблюдать респираторный этикет. То есть, если кашель, то стараться так, чтобы этот кашель не в открытую был, а в локоть, так скажем. Ну, в данном случае, если при маске, при ношении маски, то тут уже будет, опять же, минимизировано распространение инфекции. Ну, маска – это забота заболевшего. Совершенно верно. То есть, тот, кто с симптомами, с какими-то негативными, он должен быть в маске, тогда он каким-то образом… Да, будет не опасен, будет менее опасен для окружающих. Грипп, ОРВИ, болезни совершенно разные, зачастую имеют сходную симптоматику. И даже для специалиста не всегда диагноз ясен с первого взгляда, с первого контакта с заболевшим. Как отличить? Потому что лечение принципиально здесь разное. Да, при схожести симптомов при гриппе заболевание начинается более остро и быстро. Порой даже заболевшие могут по часам расписать, когда возникли те или иные симптомы. В первую очередь, конечно же, температура, слезотечение, головные боли. И, в принципе, если не обратиться со временем к доктору, то это может привести к осложнениям. И наиболее часто серьезные такие осложнения – это как пневмония. Регистрировались такие случаи уже в этом эпидемии, эпидемии, сезоне? Да, регистрируются случаи пневмонии, но, опять же, не так, как это наиболее ярко выраженный сезон. Но такие случаи регистрируются у нас в области. Но, опять же, для того, чтобы не возникало ощущения, что у нас тут эпидемия, в принципе, все случаи обошлись без летальных исходов. То есть благоприятные все были исходы. Ну, конечно же, такого лучше не допускать. Конечно. То есть на фоне вирусной инфекции появляется еще и бактериальная какая-то, да? Присоединение, да. Это уже как осложнение. Да. И тогда уже, возможно, пневмония и прочие неприятности. Да. И если еще временно обратиться к доктору, то это реальная угроза здоровью. А в некоторых случаях и жизни. Александр Александрович, а когда речь идет о менингококковой инфекции? Вот это, наверное, самый опасный вариант из всех перечисленных, когда смертность может наступать очень быстро. Ну, в таких случаях у нас регистрируется 15-16 ежегодно. Действительно, коварность данной инфекции, то, что она протекает молниеносно и, в принципе, сгорает человек, но раз в течение суток. Сложность диагностирования в чем состоит? Что многие, опять же, подчеркиваю, граждане, они являются здоровыми носителями. И проявление менингококковой инфекции, оно проявляется на фоне ослабления, допустим, иммунитета. То есть здесь даже не нужно контактировать с заболевшим, можно носить вирус в себе и быть вполне здоровым, хорошо себя чувствовать. А при какой-то проблеме, сбое иммунитета или проблем со здоровьем, происходит активация этого вируса. Да, особенно данная инфекция, она очень опасна для детей. Ну и по-взрослым тоже мы регистрируем. Как действовать? Как это отличить? Во-первых, как понять, что ситуация более чем серьезная? Это высокая температура? Понять, это полос самочувствия. То есть ухудшение резкого самочувствия, и здесь, конечно же, только поможет уже стационар. И как можно быстрее обратиться и начать лечение. В данном случае это уже будет врач-инфекционист. Расскажите, пожалуйста, какова сейчас ситуация у нас с заболеваемостью корью? Потому что, наверное, два года назад эта проблема вновь вдруг впервые с постсоветского периода стала актуальной. столкнулись и со случаями заболевания, и с осложнениями, и с тем, что, оказывается, огромное количество людей не привито и не прививают детей. Что сейчас происходит? Да, действительно, два года назад по области было зарегистрировано более 100 случаев. В прошлом году 25 случаев кори, и в основном они были связаны с посещением Украины, России. То есть источник являлся гражданин, который посещал Российскую Федерацию или Украину. Наиболее сложная, конечно, ситуация по Украине. Там и на сегодняшний день очень большое количество регистрируется заболеваемость корью. Ну а по вакцинации, по календарю национальному профилактических прививок прививаются детки в возрасте одного года и шести лет. Очень большая работа проведена среди медицинских работников. Практически уровень вакцинации как и медицинских работников, так и тех, кто работает в учреждении здравоохранения, он достиг 90%. То есть была проведена сплошная вакцинация. Почему у медицинских работников? Потому что работают на передовой медики и зачастую, опять же, потом источником могут являться медики. Поэтому я связываю снижение заболеваемости корью в прошлом году до 25. Это с проведенными мероприятиями по вакцинации среди медицинских работников. Да, обращались и граждане по вакцинации. В принципе, стараемся никому не отказывать при наличии вакцины. Поэтому ситуация пока, в принципе, спокойная. Но заболеваемость корью, как и два года назад, так и в прошлом году, она регистрировалась с марта по май месяце. То есть весенний период времени. Поэтому тоже надо быть здесь, так скажем, на чеку. И если мы уже посещаем, особенно Украину, опять же, подчеркиваю, то стараться не контактировать с явно заболевшим человеком. Да, но не всегда это возможно. Там в общественном транспорте, где-то в торговом центре, как избежишь. Ну, я скажу одно, успокаивает, что от кори еще пока никто не умирал. Заболевание, конечно, не сказать, что оно легкое, но представляет некоторые проблемы в отношении здоровья. Александр Александрович, есть два вопроса, короткие ответы. Можно ли принести в центр на анализ воду из колодца и получить заключение, можно ли ее пить? Да, в принципе, можно не только в областной центр, но и в любой территориальный центр генопедемиологии, за исключением городского, Гомельского районного и Наравлянского районных центров генопедемиологии, и там, где отсутствуют лаборатории. Не просто можно, но, наверное, и рекомендуется. И получить, соответственно, рекомендации по геническим нормативам, которые у нас действуют в Республике Беларусь. Мне 30 лет в детстве не была сделана прививка от краснухи. Можно ли ее сделать сейчас в поликлинике? Говорят, что нет вакцины. Ну, здесь речь стоит по моновакцине против краснухи, поэтому вполне возможно, такая ситуация может быть. Но если остался, так скажем, реквизиты и номер телефона, то мы можем связаться и посоветовать в данном случае, куда можно обратиться, потому что у нас проводится вакцинация как на бесплатной, так и на платной основе. Но платно это проводят центры у нас в Минске, поэтому тоже можем и посоветуем. Спасибо огромное за сегодняшний диалог. Спасибо. Александр Тарасенко, главный врач Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, был сегодня у нас в гостях. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы, прививайтесь.